Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» – о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах – это тоже тема наших разговоров. Россия, живших в ней иностранцев – это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – харьковская поэтесса Ирина Евса, с началом войны бежавшая в Германию. Ирина, вы для меня харьковский поэт или поэт из Харькова. И вот, читая ваши стихи, ну, в прежние предвоенные времена, я считал, что ваша родина – русская поэзия. Вы для себя делали выбор между Россией и Украиной? Что было зарубежьем? Что было родиной? Для меня было так естественно, что я живу в Украине, а именно в Харькове, а полгода живу в Крыму, что какую-то серьезную проблему, да нет, даже пустяковую проблему, это не вызывало никогда. Я об этом не думала. Собственно, я же закончила Московский литинститут, и если бы у меня было желание остаться в Москве, то я бы смогла там остаться. Но и у меня его не возникало как в юности, так и позже. Какие трансформации происходят с украинским языком под воздействием происходящей трагедии? Я имею в виду и в целом с языком, и с языком поэтическим. Война меняет не только язык, но и состав крови. Именно это происходит сейчас. То есть понятно, что когда ракеты летят на твой дом, и когда погибают близкие, и ты видишь изуродованный город, то, естественно, само по себе звучание русского языка начинает раздражать. Не всех. Для кого-то это абсолютно органичный язык, поскольку на нем говорили мамы, дедушки, и сам ты много лет, и у тебя озлобление идет в сторону действительно виновных фигур. Потому что я, например, исхожу из позиции, что ни язык, ни литература виноватыми быть не могут. Могут быть виноваты те, кто язык и литературу используют для того, чтобы убивать. Все, на этом точка. Но и я очень хорошо понимаю этих людей. Вы знаете, две недели бомбежек я прожила в Харькове, а потом уехала. Они были беспрерывными. И мне, естественно, хотелось хоть как-то себя отвлечь, потому что ты же находишься в стрессе, пульс зашкаливает. Читать я не была в состоянии. А мне хотелось посмотреть что-то из своих любимых фильмов российских. Ну, о Вербахе, например, «Чужие письма», которые я регулярно, там, раз в год, может быть, в два пересматривала. И я не смогла. Но не потому что меня раздражал язык, а потому что я смотрела и думала, «Боже мой, такой тонкий, такой сложный, такой многослойный фильм». И после этого фильма, после того, как он вышел, и его посмотрело множество людей, да ведь не только Авербаха. И они бомбят Украину. Эти две мысли не могли во мне примириться. Два вот совершенно различных ощущения, поэтому я просто выключала фильм. И я думаю, что в таком состоянии, более тяжелом, менее тяжелом по отношению к языку и русской культуре, сейчас находятся две трети Украины. Ирина, вернемся в довоенные времена. Каков был статус русского или русскоязычного поэта в Украине? Был разным в разные времена. Пока был Советский Союз, я помню наш Союз писателей, где было 50-50 русскоязычных, украиноязычных. Я не помню, чтобы хоть раз в мою бытность появлялись какие-то противоречия на почве языка. Украинцы говорили на украинском, русскоязычные говорили на русском, на каких-то там секциях поэзии обсуждали и украинские, и русские стихи. Так вот формально все было довольно благостно, исключая то, что в школе можно было не изучать украинский язык. В ВУЗе тоже не обязательно было знать украинский язык. То есть в какой-то области создавалась такая ситуация, что вот все отлично, а в кардинальных, потому что образование это очень серьезно, там делалось все, что обычно при советской власти делала. Потом, когда началась перестройка, естественно, было желание украинцев обособиться. Это было неприятно, потому что мы-то вообще не считали себя чужими, да? Ну хорошо, там мы пишем на русском языке, но мы переводим своих коллег, читаем, дружим с ними. И нам казалось, что вот ушла советская власть, теперь мы все объединимся. Все хорошие против всего плохого. Но этого не произошло, и это вот как с войной я тоже могу понять. Я могу понять почему, потому что когда накапливаются серьезные проблемы, они в редчайших случаях могут разрешиться без травмы. Ну а то, что происходит сейчас, я думаю, это самое страшное из того, что могло быть. При моей жизни ни эти народы, ни эти культуры, ни эти языки не смогут примириться. Ирина, по вашим наблюдениям, чем стала за это время Украина для зарубежья? Для большого зарубежья и для зарубежья малого? Я помню, что в самом начале у меня был, я не могу этого не рассказать, замечательный случай в некотором смысле. Мы с мамой здесь, в Дармштадте, стояли возле такого огромного центра на площади. И я курила, и о чем-то мы говорили. И возле нас стояла женщина, которая тоже курила, и она, услышав русскую речь, так как-то напряглась. И потом, докурив свою сигарету, она подошла ко мне и такой резкий произнесла там несколько предложений. Немецкого языка я не знаю, но из каких-то вот слов, которые я смогла понять, я поняла, что это очень резкое и неприятное осуждение всех русских за то, что они развязали войну, ну и в том числе и в мой адрес, поскольку она приняла меня за русскую. И вот странное такое ощущение было, с одной стороны, обидно, потому что не по адресу, с другой стороны, радостно, что люди это воспринимают именно так. И был большой энтузиазм и вечера, и флаги. Видно было, что в стране за Украину переживают не только хлынувшие беженцы, но и вся страна, большинство ее людей, по крайней мере. Ну, мы же знаем, как это бывает. Потом война не кончается, не кончается, нет никаких ослепительных побед, есть только бесконечные трудности, просьбы ко всем странам, обеспеченным европейским, где сейчас спокойно. Ирина, вы уже около двух лет живете в Германии. Германия для вас радикальное зарубежье, или вы, наоборот, почувствовали себя европейкой? Вообще, я всегда себя чувствовала европейкой, если мы говорим, понимаем это не в узко-ультилитарном смысле. Поэтому этот переход, думаю, не был бы для меня столь заметен, если бы без всякой войны я просто решила переехать в Германию или к сыну в Америку, неважно. Ну, Америка это совсем другое, но я думаю, что внутренне там бы не было такого резкого перехода, если бы это я решила сделать по доброй воле, а не бежать и искать пристанище. У меня другая проблема. Я странно живу. Я живу здесь, но утром я просыпаюсь, открываю айпад и смотрю украинские новости. И это потом длится на протяжении всего дня и даже ночью. Я бесконечно созваниваюсь и переписываюсь с моими друзьями, оставшимися в Украине, в частности, в Харькове. Поэтому, живу я вот напряженной внутренней жизнью, я живу по-прежнему в Украине. А здесь я чувствую себя нормально за счет того, что у меня здесь близкие. Мама, ее двоюродная сестра с мужем, моя троюродная сестра с мужем, мои родственники, которые могут помочь, поддержать. И вообще нет ощущения, что ты один висишь в пространстве. Для того, чтобы налаживать отношения со страной всерьез, надо знать, что ты в этой стране будешь жить столько, сколько тебе еще отведено. Вот вы сейчас в зарубежье. И возникла ли какая-то культура, которую вы стали ощущать вот в эти последние два года, как близкую, ну или я так даже уточню, хотя бы немного приближенную, может быть, немецкая, может быть, вам открылась французская или итальянская? Я во Франции за эти два года побывала несколько раз, потому что там живет мой друг, замечательный поэт Сергей Шестаков. Он нас с мамой, чтобы как-то вообще отвлечь, и мы побыли возле океана, приглашал к себе в Сен-Малой, и мы к нему ездили. Франция и французская культура, которая мне, собственно, всегда была близка, и культура, и кинематография, показалась очень близкой, почти родной. И мне казалось, что там даже сам воздух легче, чем в Германии. И язык, который мне нравился всегда, звучание языка. Понимаете, это одно дело приехать, и другое дело начать обустраиваться. Это все могло бы оказаться и не так, но впечатление у меня именно такое. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете первую программу «Радио Свобода». Говорит радио «Свобода». Добрый день, говорит радио «Свобода». «Радио Свобода» всегда вместе с вами. Радио «Свобода» подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Поэтесса Ирина Евса. Гость сегодняшнего подкаста. Наш подкаст называется «Зарубежье». Вы поэт, переводчик. Для вас зарубежная поэзия, ну что это за реальность, что это за языковое тело? Это такая же реальность, как и русская и украинская поэзия. Сколько я себя помню, я зарубежную поэзию всегда читала, за ней следила. Она таким блоком, знаете, вошла, который трудно отслоить от русской поэзии. Кстати говоря, от украинской поэзии. Потому что так или иначе, все равно реалии, аллюзии, переклички, они же существуют все время. Поэзия мировой, не только локальной. Поэтому она для меня поэзия, как и вся остальная, в равной степени. Эти тела у меня не существовали в различных комнатах. Ирина, по вашим ощущениям, что из украинской культуры, литературы удалось продвинуть за вот эти последние годы, месяцы, в сознании иноязычных людей? Что они восприняли? На что они, так сказать, клюнули? Я выступала в Берлине, меня слушали, переводили немецкие поэты и слушали в основном немцы. Реакции на стихи, вот такой мгновенной на свои, я не заметила, потому что это был такой длинный процесс. Сначала я читала свое стихотворение на русском, потом его читал переводчик на немецком, потом выходила женщина литературы, вед, преподаватель университета, и она о нем говорила, а потом уже шли вопросы и реакции. То есть это очень такой усложненный процесс, потому что, когда в зале сидит публика, понимающая то, что ты читаешь, ты эту реакцию сразу же ловишь, а здесь нет. Поэтому мне кажется, что, ну, мы же знаем, да, что Жадан, отличный поэт и отличный прозаик Сергея Жадан, он известен был еще и до войны. Андрухович был известен еще и до войны. Лину Костенко переводили во многих странах, а она была известна еще до войны. Сейчас украинские песни, которые поют здесь, украинские барды, выступающие, я говорю именно о Германии, потому что в основном здесь у меня была возможность наблюдать это. Украинские поэты, понимаете, слушатели на любом выступлении все равно реагируют прежде всего на то, что это украинские поэты, там сейчас беда, там страшная, тяжелая, кровавая война. И это такая вот симпатия, сочувствие к людям, оно все-таки заслоняет восприятие именно стихотворения, именно прозы или именно песни, неважно. То есть для того, чтобы в чистом виде понять, как реагируют немецкие слушатели на украинскую литературу, для этого надо, чтобы не было войны. Вот тогда это будет объективное восприятие, и тогда было бы понятнее, что именно сегодня цепляет жителя Германии. Ирина, у вас есть, может быть, такой обобщающий или поэтический образ Германии? Когда я в первый раз, это было где-то в конце 90-х, побывала в Германии, нас приглашали в Нюрнберг немецкие писатели. Тогда вот было такое странное впечатление. То есть прекрасный город, они возили нас по окрестностям. Я ее назвала «Кукольный рай». Вот эти замечательные домики, которым более ста лет, а многим и больше гораздо, но эти домики в таком состоянии, словно их построили вчера. То есть как будто бы собирались снимать фильм и создали эти новые чистенькие декорации с ухоженной землей, полями. Все было прекрасно, мне, кстати, все это очень нравилось, и сама архитектура, но как-то было тесно. И когда после этого мы приехали в Прагу, мне показалось, что я наконец-то дома, что я по меньшей мере, если не в Харькове, то в Киеве, потому что ветер, солнце, просторы. И это была совершенно другая страна. Это не значит, что Чехия лучше, а Германия хуже и не наоборот, но просто это личное такое ощущение, где ты сразу впускаешь в себя страну, или ты это делаешь долго, или не делаешь этого никогда. Ирина, что лежит на вашей полочке, на рабочем столе, на тумбочке? Что вы читаете для души? Ну, я же лишилась своей библиотеки. Я приехала сюда с просто малюсеньким рюкзачком, где были документы, смены белья, гаджеты, телефон, iPad. Я и компьютер оставила дома, его некуда было положить. Тогда просто мне пришлось бы его оставить на вокзале. Самая большая моя тоска – это оставленная в Харьков библиотеку, где я подходила к книжным полкам и находила нужное, или просто просматривала и брала что-нибудь перечитывать. Здесь я читаю тонны, как мне, друзья, много ссылок на новые книги стихов, присылают на свои собственные, и свои собственные книги присылают сюда. И я, естественно, их читаю. А вообще я приехала, и первые полгода я была не в состоянии не разговаривать, не писать стихи. Мне не хотелось вообще никого видеть, потому что такое впечатление, что все запеклось в горле. А потом я поняла, что надо как-то спасаться, а спасает всегда только одно – работа. А работа здесь быть не может. Но вдруг вот мои друзья и там молодой поэт один, второй, третий, они стали меня просить посмотреть их рукописи. И я на это согласилась с радостью, естественно, никакого вопроса о деньгах. Я вообще не помню, чтобы я, проредактировав множество книг, ну, если это не входило тогда в мои обязанности, когда я работала в издательстве. А так, проредактировав много книг, я никогда в жизни не взяла ни с кого, ни одной копейки. Собираюсь этого придерживаться до самого конца. Ирина, я пользуюсь случаем и хочу вас поблагодарить, потому что вы внимательно прочли рукописи моей книги «Мое первое бомбоубежище». Это было просто удовольствие это прочесть. Я благодарна людям, которые просили меня об этом. Это было вот правильное заполнение времени, чтобы не погрузиться в депрессию и в ужас происходящего. До Большой войны вы часто бывали в Крыму. Если не ошибаюсь, у вас там дача, да? Крым, по крайней мере, эмоционально остался для вас домом? Это ведь давно случилось, когда я все это потеряла. Не знаю, что там происходит. Нет, Игорь. Когда меня спрашивают, хотела бы я вернуться. Да, вернуть вот все реалии, которые у меня были. Харьков или Крым. Понятно, что планы строить сейчас невозможно больше, чем на неделю вперед. Но есть самое главное условие. Я точно знаю, чего я не сделаю. Я не вернусь в Харьков, если, не дай бог, его оккупируют русские войска. И я не вернусь в Крым, пока он не вернется в Украину. Я его отодвинула. Когда я поняла, что это еще был ковид, и мне позвонила моя подруга и сказала, ты знаешь, что там приняли указ, что они, значит, нужно срочно продать или подарить кому-то из жителей РФ, а у нас такая дача на двоих с подругой, дом с разными входами и выходами. И она говорит, я уже два дня об этом знаю, но я боюсь тебя расстроить, потому что это же вот он был для тебя половина жизни. И я ей говорю, не надо, не волнуйся, потому что внутренне я готова ко всему. Хотя это и удивительно и мне самой к войне, и к тому, что надо покинуть Харьков и бежать, к этому оказалась не готова совершенно. А на сегодняшний день я готова и к первому, и ко второму. Ирина, большое спасибо. И, возможно, до встречи в Германии или в Харькове. Да, вот Дима Быков мне перед Новым годом написал, что, слушай, может быть, мы на Новый год приедем в Харьков? Я говорю, ты знаешь, это же город пограничный, его бомбят с первого и до последнего дня ежедневно. Но я все-таки спрошу, написала своему другу, как ты считаешь, вот если все-таки мы бы рискнули с Димой приехать в Харьков, на что он мне написал, передай ему. Это мечта поэта. Ну вот, и оказалось, что эти страшные бомбардировки, они как раз и произошли на Новый год перед ним. И, боюсь, они будут происходить в дальнейшем. Ирина, большое вам спасибо за беседу. Нашей собеседницей сегодня была харьковская поэтесса Ирина Евса, с началом войны бежавшая в Германию. И в завершении выпуска стихи в авторском исполнении. Посвящено Марине Гарбер, прекрасному поэту, живущему в Америке. «Господь», — он шептал, — «она должна развалиться на участке и племена, стерев свои очертания, обрушиться в глушь и тишь, шуршать в камыше, как мышь, из действий усвоив лишь деленье и вычитанье. Казалось мне стыдным до, фа не отличать от до, чилийское от бордо. Теперь мне плевать на это. И все мои страхи, сны, желания сведены к рассеянию страны, покинувшей зону света. Да, пусть разлетится на безвестные имена, что лягут, как семена, в чужие поля и воды, чтоб каждый из беглых сих жил, как просветленный сикх, был невозмутимо тих, ничьей не давя свободы. Молчание твое страшит, а вдруг не перепрошит твой слух или нас глушит страна, что тверда тюрьмою. Мне легче признать, что нет тебя, чем принять ответ. Не тьма поглотила свет, а свет соблазнился тьмой. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.